Здание инфекционного отделения было построено в 1966-м, и за более чем полвека существенного ремонта в отделении не было. Порядок поддерживали ежегодными косметическими ремонтами, но этого уже было недостаточно. Зданию требовалась более существенная санация. В начале лета было принято решение о масштабном ремонте отделения. Некоторое время заняли демонтажные работы и устройства дополнительных перегородок в палатах. Это сделали силами строительной бригады больницы, после чего к работам приступили подрядные организации. Их на объекте несколько. Общестроительная работа ведет ПМК-79, сантехнические Белсантехмонтаж. Специализированные организации занимаются также устройством вентиляции, пожарной сигнализации, обеспечением подачи кислорода. Проведен ремонт системы вентиляции, санитарных систем, водоснабжения, канализации и отопления. Далее будут проведены работы по закупке мебели, мягкого инвентаря, текущего ремонта системы лечебного газоснабжения. В здании уже завершается ремонт кровли и идут отделочные работы. Часть палат уже практически готова. После ремонта они станут гораздо удобнее. Каждое помещение – это изолированный бокс, где есть санузел с душем и умывальник для больных. На входе в палату – шлюз для безопасности медперсонала. Все палаты обеспечат кислородом. Эти меры стали особенно актуальными после того, как мир столкнулся с коронавирусной инфекцией. В первую очередь при развитии инфекционных заболеваний, даже таких, как коронавирус, в первую очередь будет использоваться инфекционное отделение. Палаты боксированные, удобные для пациентов. Корпус оборудован будет шлюзами, необходимыми для защиты медперсонала. В принципе, надеемся, что в обновленных условиях будет удобно и персоналу, и пациенту. На ремонт инфекционного отделения районный бюджет выделил 180 тысяч рублей. Свой вклад внесли и спонсоры. С ремонтом кровли помогают Нива и шахта Спецстрой. Открыть отделение планируют в октябре. Одновременно оно сможет принять 40 пациентов. Причем 10 коек будут отведены под изолятор, который разместят в помещениях бывшего туб-диспансера. Он, в свою очередь, сейчас работает на базе первой поликлиники, а позже, вероятно, переедет в здание бывшей молочной кухни. Сейчас этот вопрос рассматривается. В планах для инфекционного отделения еще и тепловая модернизация самого здания.